МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Его цель – содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию. С 4 марта в Барановичах начнется реконструкция путепровода по улице Ленина. В связи с этим на данном участке будет временно ограничено движение транспортных средств. В Барановичском краеведческом музее прошел семинар-практикум, посвященный разработке инновационных форм работы. В мероприятии приняли участие завучи по воспитательной работе школы-гимназии города Барановичи. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Весть Барановичи». Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности аптек Брестского республиканского унитарного предприятия «Формация» за 2018 год. Государственные аптеки Барановичи признаны лучшими в Брестской области. Они стали лидерами в четырех номинациях из шести. Так, Барановичская центральная районная аптека номер 10 заняла первое место среди 16 аптек Брестской формации. К сведению, местные аптеки не впервой занимают высокие позиции. Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Празднуют день родного языка с 2000-го ежегодно. Цель – содействие языковому и культурному разнообразию и многообразию. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно шести тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. В честь события в средней школе номер 14 прошел фестиваль городского масштаба в поддержку белорусского языка. 21 лютого в свете отзначается Международный день родной мовы, который был заснован ЮНЕСКО в 1999 году. Его основная мета – поддерживать в свете мовную разностаенность и продухилять вымирание мов, яким это погрожает СЁНЕ. Свою особливым подарунком родной мове стал фестиваль белорусских музычных композиций городского масштаба «Гучить белорусская мова у песнях моего народу», который прошел в средней школе номер 14. Для ученых и выкладчиков научных установ Барановича прогучали песни белорусских композиторов. Удел в мероприемстве принял и заслуженный ансамбль средней школы номер 13. Мы по мягчимости собрали в учнях из всех школ города и спадяемся, что сегодня будут гучать песни белорусские на нашей родной белорусской мове. И все, кто сегодня будет участвовать в этом мероприемстве, еще раз докажут, что белорусская мова не на грани изникнения, а что на ней спевают и ей корыстаются наши вучни подрастающие поколения Беларуси. Белорусская мова – одна из самых старожитных сирот славянских. У якости самостоинной она начала формироваться в 14-м стагодии. В Барановичах идет подготовка к весеннему месячнику по благоустройству. Зональный центр гигиены и эпидемиологии просит принять участие в наведении порядка на территориях организации индивидуальных домовладений, прилегающих к ним территориях жителей и руководителей организаций города. Не должны остаться в стороне и участки, закрепленные местными органами власти. Особое внимание следует уделить уборке дворов, удалению свалок мусора, наведению порядка в секторе индивидуальной жилой застройки. С 4 марта в Барановичах начнется реконструкция путепровода по улице Тельмана. В связи с этим на этой транспортной артерии города будет временно ограничено движение автомобилей. Подробнее в следующем материале выпуска. В Барановичах с 4 марта начнется реконструкция путепровода по улице Ленина. Причина известная – конструкции устарели и пришли в негодное состояние. Путепровод связывает две части Барановичей, которые разделены железной дорогой. Нагрузка значительная, ведь здесь еще проходит выездная дорога из города. В связи с ремонтом на данном участке будет временно ограничено движение транспортных средств. С началом строительных работ жителям станет труднее добираться в другие районы города. Однако волноваться не стоит. Транспортного коллапса не ожидается. Перекроют только одну половину. Проезд автомобилей будет возможен по двум полосам. Автобусный парк внесет изменения в движение городских маршрутов, подготовит схемы объезда путепровода, чтобы разгрузить машинопоток. Пока неизвестно, какая именно развязка возьмет на себя основную часть транспорта. Но как только будет принято решение, автопарк сообщит об изменении в расписании в средствах массовой информации. На период производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки. Работы по реконструкции этой транспортной артерии города завершатся 30 сентября текущего года. Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Барановичах 22 февраля. Его тема – от совести не скрыться. Особое внимание правоохранители уделяют профилактике бегства с места аварии. Традиционно в рамках инициативы сотрудники госавтоинспекции посетят трудовые коллективы, в том числе автотранспортных предприятий, где напомнят гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В Барановичском краеведческом музее прошел семинар-практикум, посвященный разработке инновационных форм работы. В мероприятии приняли участие завучи по воспитательной работе в Барановичских школах и гимназиях. Сотрудники рассказали гостям о тех формах работы, которые наиболее популярны и востребованы у школьной аудитории. Сегодня все музеи мира переживают непростые времена. Они сталкиваются с конкуренцией со стороны современных технологий – компьютеров, интернета, мобильных телефонов. Любая информация доступна каждому, не выходя из дома. Виртуальное путешествие по культурно-историческим местам и галереям давно не диковинка. В связи с этим музеи ищут пути адаптации к условиям новой реальности. В Барановичском краеведческом музее прошел семинар, посвященный инновационным формам работы. Главная цель таких мероприятий – привлечение посетителей. В настоящее время нам очень важно как можно больше привлечь посетителей. Для этого мы должны быть интересны и привлекательны. И для этого, чтобы быть интересными и привлекательными, конечно же, нужно разрабатывать новые формы работы, которые бы заинтересовали посетителей. Нам очень важно не затеряться. Нам очень важно сохранить себя в этом огромном информационном пространстве. И поэтому сможем мы это сделать только в том случае, если мы будем в своей работе разрабатывать и использовать новые формы работы с посетителем. Гости встречи, а это завучи по воспитательной работе барановических школ, не только ознакомились с работой музея в теории, но и на практике. Они не только слушали, мы им не только рассказывали, но они, например, приняли участие в квесте, который проходил по экспозиционным залам. Ну и, наверное, на миг почувствовали себя школьниками и почувствовали себя, как можно, как, вернее, их подопечные, их школьники проходят квест по залам музея. Музей – это коллективное творчество. Только вместе сотрудники главного хранителя исторической памяти и наследия прошедших эпох могут сохранить высокие позиции музея в обществе и привлечь в его стены еще больше посетителей. Этот год юбилейный для Барановического краеведческого музея. Ему исполняется 90 лет. Это одно из старейших таких учреждений Брестской области. В связи со значимой датой здесь пройдет акция «Подари музею экспонат». Старт инициативы намечен на 1 марта. Принять участие в ней можно до конца ноября текущего года. Главная ее задача заключается в том, чтобы в первую очередь привлечь внимание жителей нашего города, жителей Барановического района, к музею. Эта акция стремится еще раз сказать нашим гражданам или заявить нашим гражданам, что во многом от них будет зависеть, что мы сможем показать в музее, каким будет наш музей. Во время проведения этой акции люди смогут, я думаю, что найдутся такие желающие, принести в музей самые разные предметы, которые займут достойное место в музейном собрании. В своих проектах музейные работники Барановичей разрабатывают новый тип музеев, представляя их как социально необходимые, культурно-образовательные, развлекательные, а главное – наполненные смыслом учреждения. Образцовый театр студия «Параллель» приглашает всех на премьеру спектакля «Счастье мое». Он поставлен по одной из лучших пьес позднего советского периода. История одной встречи. Время действия – первые послевоенные годы. Случайная, не случайная встреча молодой учительницы Виктории и курсанта военного училища «Симеона» становится для них главным жизненным уроком и испытанием. Можно ли изменить жизнь за одну ночь? На этот вопрос попытаются ответить молодые актеры театра «Параллель» Макар Рафалик и Анастасия Титова. Спектакль состоится во Дворце детского творчества 28 февраля в 19 часов. Эта информация мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует.